Всем привет! Меня зовут Роман, посмотрите на меня, посмотрите на системник, и знаю, что на системник вам смотреть гораздо интереснее. Почему он тут стоит такой красивый и без видеокарты? Потому что это не обзор системного блока. Как вам могло показаться? Обозревать сегодня, точнее сравнивать между собой, мы будем 3060 Ti, 3070 Ti, 3080 Ti, ну и 3090 Ti. Самые интересные варианты видеокарт NVIDIA, ну, по моему личному мнению, 3060, конечно, тоже неплоха, но раз уж мы начали с Ti, давайте Ti и посмотрим. Окей, вот это наш тестовый стенд. Ну, просто на всякий случай три слова о нём, и перейдём к тестам. Здесь у нас 5800 X3D. Да-да, ни у кого в нашем регионе его нет, а вот у меня он есть, и он теперь в нашем тестовом компьютере. Охлаждает его 225-й XT Basic Eddy Cooling. Всё это работает на B550 Aorus Pro V2, само собой. Quantum на 750 Ватт, голдовая, естественно. Ну, Matrix 55 Miash, куча вентиляторов, все одинаковые. Корпусные и вот эти фаны абсолютно идентичны. Ну и два модуля Crucial на 3200 по 8 гигабайт. Хотели найти память поинтереснее, но сейчас с этим небольшие проблемки, да и, в принципе, как раз та самая память, с которой 3060 и 3070 Ti вы, скорее всего, будете брать. Если у вас денег достаточно на 3080 Ti, то там уже у вас есть вариант. Поэтому вот наш тестовый стенд, вот так он выглядит, и на нём будем тестить все четыре видика. Видики немножко разные, заводской разгон на них присутствует, и будем сравнивать сферического коня в вакууме, например, в PCMark 10. Ну, как я и говорил, видики у нас 3090 Ti, 3080 Ti, 3090 Ti, 3080 Ti, 3070 Ti, ну и 3060 Ti. Компьютер везде один и тот же, операционная система одна и та же, драйвера переставлены вручную, ну и если какие-то отличия есть, они относятся больше к видеодрайверу, ну и самим видеокартам. Но, например, как компьютер для просмотра этих ваших котиков в интернете, все примерно везде одинаково. Хотя вариант с 3090 Ti неожиданно оказался там на 100 с небольшим баллов медленнее. Ну, оказался и оказался. В какой-то момент времени то ли операционка что-то делала, то ли что-то еще. Ну, окей, то же самое можно сказать про productivity, но здесь у нас просело 3080 Ti, и тест по какой-то причине, ну, скажем так, не засчитал результаты. Очень сложно было с 3080 Ti разобраться. Digital Content Creation уже тот параметр, где у нас видеокарты отличаются между собой, потому что на самом деле от производительности карты зависят баллы в данном тесте. Если в двух предыдущих они от видеокарты по сути не зависели, то здесь зависит. 3080 Ti и 3090 Ti для создания контента друг от друга практически не отличаются. Разница в количестве вычислительных блоков там не такая большая, ну а удвоенный объем памяти этот тест оценить не способен. Ну и соответственно, 13151 балл у 3090 Ti, 13010 баллов у 3080 Ti. У 3070 Ti вычислительных блоков уже поменьше, и это 12001 балл. У 3060 Ti еще меньше, и это 11405 баллов. Разница не настолько большая. Спойлер, да, если у вас нет GPU рендеров, ну или по крайней мере каких-то супертяжелых эффектов, которые обсчитываются конкретно на видеокарте, какая конкретно видеокарта Nvidia у вас стоит, не так важно. Поэтому, ну например, тот же RTX 3060 Ti является, ну или RTX 3060 является начальной видеокартой для работы с графикой. Она же и финальная, за исключением случаев GPU рендеров. Ну и сложных GPU-визуализаций. Gaming, само собой, 33860 баллов у 3090 Ti, 33093 баллов у 3080 Ti, 27524 баллов у 3070 Ti, ну и 23404 баллов у 3060 Ti. Ну да, и соответственно итоговые баллы 11173, 10378, 10398 и 9881 баллов. Неудивительно, что по игровой производительности видики между собой все-таки отличаются. Что ж, давайте посмотрим на таблицу. Как видим, у нас оценивается компьютер целиком, а игровые баллы здесь не самое важное, поэтому 3060 Ti лучше 94% результатов, 3070 Ti 96% результатов, 3080 Ti тоже лучше 96% результатов, ну а 3090 Ti лучше 97% результатов. Тут как бы играет больше память процессор, все остальное. Ну, по крайней мере, процессор у нас практически самый топ, который только может быть. 3DMark Time Spy, 360 Ti 12000 баллов, RTX 3070 Ti 14, ну пусть 250, если уж я уже занижаю баллы, так всем. RTX 3080 Ti 18300, причем ровно, а RTX 3090 Ti 18824 балла. Да, спойлер 3090 Ti, пока вы не упираетесь в память, совсем чутка быстрее, чем 3080 Ti, потому что разница в вычислительных блоках невелика, разница в цене велика. Может, в реальных играх будет что-то другое? Ну и наш традиционный тест в танках. В контрольный момент времени. 258 кадров в среднем на 3060 Ti, 320 кадров на 3070 Ti, 420 кадров на 3080 Ti и 444 кадра на 3090 Ti. Все, в целом у нас работает корректно, и опять 3090 Ti оказался не настолько хорош, чтобы прямо имел смысл. Ну да, он там процентов на 5 быстрее, чем 3080 Ti, ну камон, косарь переплаты? Долларов? Что-то дорого. Давайте к баллам. 47 058 баллов у 3060 Ti, 57 722 балла у 3070 Ti, 76 810 баллов у 3080 Ti и 80 170 баллов у 3090 Ti. Ну, баллы впечатляют. Forza. Forza у нас игра не настолько видеозависимая, скажем так, не настолько требовательная к видику, и давайте посмотрим, что получится. Разница между 3080 Ti и 3090 Ti — один кадр. Да, конечно, есть разница в минимальном количестве кадров, но ее всерьез учитывать не стоит. Разница же между 3060 Ti и 3070 Ti где-то в районе 17 кадров, что составляет примерно 17 процентов производительности. Ну окей, 102 кадра в среднем у 3060 Ti, 118 кадров у 3070 Ti, 134 кадра у 3080 Ti и у 3090 Ti 135 кадров. Давайте посмотрим, что будет по оценке. 3060 Ti — 102 кадра достигнуто, 3070 Ti — 118 кадров достигнуто, 3080 Ti — 136 кадров достигнуто и 3090 Ti — барабанная дробь, 136 кадров достигнуто. Ну, то есть понятно, для Forza разницы нет вообще. РДР без DLSS — 93, 112, 146 и 152. Кто где — догадаться можно без малейших проблем. Ну, по крайней мере, чисто в теории. Что интересно — потребление электроэнергии, мощность у 3080 Ti и 3090 Ti абсолютно одинаковая — примерно 400 Ватт. Больно будет блоку питания, больно, но ничего не поделаешь. Хотя видик все-таки быстрее вычислительных блоков в нем больше. Давайте посмотрим на оценку самой игры. 90,1 кадр в среднем у 3060 Ti, 108,8 кадров у 3070 Ti, 142,2 у 3080 Ti и 148 у 3090 Ti. Ну, как бы, опять же, распределение неудивительно. DLSS, само собой, 3060 Ti в 104 кадра, 3070 Ti в 125 кадров, 3080 Ti в 157 и 3090, 163. А кто бы сомневался, что она будет здесь быстрее всех. Просто она пока не настолько быстрее, что помело смысл за нее серьезно переплачивать за ее 24 гигабайта и ее дополнительные кудо-блоки. 3060 Ti — 101,5 кадров, 3070 Ti — 122,2, RTX 3080 Ti — 153,9, ну и RTX 3090 Ti — 160,2 кадра. Cyberpunk Ultra с Ray Tracing — все дела. 3060 Ti не способна обеспечить производительность в таком режиме и в среднем где-то в районе 35-38 кадров. У 3070 Ti тоже не вышло, где-то кадров 45-46. 3080 Ti Cyberpunk на Ultra уже тянет, где-то в районе 65 кадров. Ну, а 3090 Ti показывает на уровне 80 кадров. Сейчас посмотрим оценку самой игры. Среднее значение FPS для 3060 Ti — 40 кадров, для 3070 Ti — 49,3 кадра, для 3080 Ti — 69,7. Ну, а для 3090 Ti Ti — 73,5. Ну, то есть, ребят, ради четырех кадров в Cyberpunk нет. Только если вам нужно 24 гига видеопамять. Все то же самое, но уже с DLSS. И 3060 Ti в таком варианте тянет с Ray Tracing. В среднем, правда, местами это все-таки 55, но пусть будет в среднем 59 кадров. У 3070 Ti уверенные 71, у 3080 Ti вообще 95, ну, а 3090 Ti — 98 кадров. 65,9 — в среднем у 3060 Ti, 79,1 — у 3070 Ti. У RTX 3080 Ti — 104,4. Ну, и у RTX 3090 Ti — 107,2. кадра. Опять же, разница даже с DLSS небольшая. Ну что ж, переходим к высоким. В высоких тянут все четыре карты. 98 кадров в среднем у 3060 Ti, 115 — у 3070 Ti, 155 — у 3080 Ti, и у 3090 Ti — 150. Те же 4, 5, 3 кадра в среднем. То есть ровно болт в болт. Напоминаю, высокие-то у нас ультра без Ray Tracing, плюс DLSS в режиме качества. Давайте посмотрим на счетчик. 105,4, 126, 162 и 160,9. Кстати, 3090 Ti оказалось даже чуть медленнее, чем 3080 Ti по среднему количеству кадров. То ли большее количество блоков и меньшая нагрузка от игры, и, соответственно, чуть меньшая тактовая частота сыграли свою злую шутку. С 3090 Ti то ли что-то еще, но если отключить Ray Tracing, то 3090 Ti даже не быстрее, чем 3080 Ti. Такие дела. Ну, по крайней мере, в Киберпанке. Видики. Ну, как бы видели сами, видики и видики. С тестами у них все нормально. Производительность. Ну, в принципе, на каком уровне производительность, можете оценить по тестам. Тестовый стенд. Вот тестовый стенд классный. В паре с 3070 Ti, 3080 Ti или 3090 Ti. Это прям офигенный игровой компьютер. Но это, как говорится, уже тема, может быть, для отдельного ролика. Ну, а так, на что способны топовые видеокарты с топовым игровым процессором, вы сегодня и узнали. Ну, так, чисто на всякий случай. Понятно, что среднестатистический зритель канала максимум 3060 Ti, как говорится, и может себе позволить. Но понимать, чего вы лишаетесь, не доплачивая большого количества бабок, вы теперь знаете. Правда, тестовая платформа тоже довольно дорогая. Ладно, на этой печальной ноте на сегодня все. Всем пока. И помните, едва бай. Только лучше.